поэтому мы работаем в паре определяем какую-то тему на неделю в которой мы будем работать и обязательно грузимся мы проводим исследования в тонком мире это здорово отлично ну вот мы все в целом а синхронизировались давайте тогда рассмотрим ваши сеансы напомним какие у нас были вопросы первая причина возникновения в турции вот этих землетрясений почему именно в турции действительно ли души которые в этом участвовали должны были в этом оказаться за счет чего выжили люди была ли помощь сон кого плана какая дальнейшая череда и будет ли она можно ли как-то предотвратить на вине это было как благословение так и катаклизм все-таки природного характера сошлись значит получается как-то называется подземные толчки получается сдвинулась до кора у земли как-то называется я забыла плиты плиты да 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 плиты вот они сошлись и дело в том что очень большой был угол наклона и поэтому было не в названии места почему-то об этом прозвучал вопрос а потому что именно там это должно было произойти и души которые в этом участвовали они должны были там оказаться потому что у них значит в задаче было написано что до этого я конечно не знаю но вот сейчас когда они проживали этот момент было сказано что когда в жизни что-то происходит вы знаете я не удивлюсь если мы прожили каждый в какой-то степени такой момент своей жизни нужно в первую очередь сказать сказать происходящему да и тогда до разрушает негатив и идет помощь тонкого плана потому что человек сдал экзамен это правда и вот они сказали нет и сказали нет уже не первый раз и они должны были прожить это и сказав да они получили во благословение на спасение потому что вот вы сказали про часы и я сказала об этом погружение я сказала что выжили те кто сказали да за счет того что времени у них не было ну то есть там где они находились времени как единицы измерения не стало из тонкого плана им помогали я видела это как бы как проведенные провода тонкие об этом не сказала я просто сейчас вспоминаю это были как если бы мы например питали электрическую лампочку вот за счет этого они продержались и я просто сказала что следующее сильное землетрясение будет в америке это будет лето это будет тепло и они знают об этом и не знают знать потому что они там живут их предупреждали знают что это сейсмоопасная зона они знают потому что они расслабились и считают что это это вечно так будет и можно ли предотвратить да можно предотвратить когда мы просыпаемся нужно обязательно благодарить то есть это сонастраивать нас как единицу измерения единицу пространства с жизнью на земле до проснувшись мы же узнаем что уходя в сон в сонном человек как бы умирает ему нужно проснуться заново для новой жизни а засыпаем мы обязательно должны помолиться поблагодарить и тогда энергетически у нас включится техника безопасности это будет как наш третий глаз как наша будет чувствительность до природная подскажет нам либо это будет установлена договоренность нам обязательно подскажут и нас спасут вот я честно скажу когда идут даже глубокие подземные толчки да я очень сильно чувствую у меня начинается очень сильно головокружение поэтому но и я учусь на то чтобы чувствовать пространство да это моя работа и поэтому я не представляю как там люди себя чувствовали мне было не очень хорошо когда я была в погружении вот поэтому очень интересно было такое задание спасибо вам за него спасибо вам марина расскажи тоже как у тебя мы тоже погружались с моим гипнологом у меня приблизительно также была версия такая что произошло землетрясение именно в турции потому что ну так как земля у нас повышает сейчас свои вибрации если брать по шкале шума на на два или три раза повысила свои вибрации естественно идут изменения на земле вот и нам конечно помогают нам помогают галактическая федерация света нам доброжелательные такие цивилизации да ну и почему это произошло ну была некая такая помощь земле да но некие силы есть у нас на земле которые противостоят этой помощи да и ну типа харпа установок харпа и нет просто пришла такая версия что отрикошетила и попало это на турцию вот и естественно там произошли вот эти тектонические сдвиги вот и пострадало много людей у меня просто такая версия была и почему именно некоторые души там оказались некоторым душам там было суждено оказаться значит они должны были оказаться там в это время ими вот в этом месте и в этот час но видела деток маленьких вот но опять-таки помогли она наши светлые силы вот поэтому они деток поддерживали кормили и поили как детки говорили даже сами вот и была некая помощь со стороны вот и значит дальнейшее будет ли происходить это дальше в общем мы так сейчас дальше катаклизмы эти будут также происходить они будут периодически возникать в разных местах на земле потому что земля переживает переходный период для каждого человека это будет экзаменом это своеобразный экзамен для людей и кто пройдет тот выживет вот ну можно так сказать что предотвратить это нельзя земле они будут происходить эти катаклизмы но это неизбежно такие события на земле неизбежно но должны были произойти первый вопрос как отличить дитя индиго второй вопрос кто такие дети индиго третий вопрос всегда ли дети индиго за свет и как это проявляется четвертый вопрос какая миссия детей индиго пятый вопрос в какой момент становишься индиго и откуда это берется шестой вопрос как можно стать носителем иди индиго и можно ли не с рождением мне очень хочется чтобы марина и людмила рассказали как найти себе пару значит и состояние изобильности мы эту радость в себе начинаем аккумулировать и не рассказываем до тех пор пока нас не начинает рвать на части когда нас начинает рвать на части и мы уже не можем об этом умолчать обязательно из пространства к нам придет человек который заразиться этим и будет возможность ему рассказать потому что не мы захотим ему сказать а он захочет услышать так работает жизнь так работает пространство вокруг нас этого достаточно так люди марину тоже поделись опытом пожалуйста на курсе мы вместе учились школьники до сих пор поддерживаем связь а вот и у меня их уже два и еще одного гипнолога я нашла вот в чате и на турченко мы теперь с ней есть в запасе как в чате нашла как получилось чате найти ну написала в чат что у меня нет пары и откликнулся человек все просто и всем спасибо всех жду